Только посмотрите, друзья, на вот этот дом. И вот, как говорится, догадайтесь в трех раз, что это за дом. Вот я вам его показываю поближе. Он прямо возле автобусной остановки. Я еще вам автобусик захватила. Вот что это за дом? Вот видите, у него там кресло. Сейчас я еще с другой стороны вам его покажу. Ну вот, когда я вам начинаю его с другой стороны показывать, я так понимаю, что вы догадались. Видите, что это? Это черч, друзья, это церковь. Представляете? Вот написано. Grace Church, Morning Church, Утренняя Grace церковь. Вот ее сделали так вот немножко по-модерному даже. Не представляю, для чего. Наверное, для того, чтобы как-то людей туда больше посетителей заманить, как они называются, прихожан. Вот я первый раз ее вижу. Так интересно. Вот эти дома с пальмочками. Показываю вам. Мне нравятся очень такие. Посмотрите на вот эту прелесть. Вы знаете, мне вот так нравится вот такой стиль мебели садовой. Очень здорово. Вот я вам показываю опять очередную улицу. Нашу, райдовскую. Здесь гулять не перегулять. Все улицы разные. Все дома на них разные. Ну вот, надеюсь, что вам интересно все это смотреть. Вот взгляните на эту прелесть, друзья. Я не знаю, что это такое за куст. Смотрите, как он великолепно цветет. Я знаю, что у меня очень много таких, которые разбираются в растениях, во всех этих цветущих. Так что просветите меня, друзья. Я буду очень рада. Вот посмотрите на вот этот флаг. На черном фоне есть желтый крест. Я специально подошла, увидела его издалека. Кто смотрит мои видео, пожалуйста, скажите мне, что это за флаг. Я буду очень рада весьма. А вообще я подошла, знаете, чего вам показать? Вот посмотрите, что вот это такое. Догадайтесь опять же с трех раз. Это вот такие вот участки земельные у людей. Типа наших дачек. Вот с такими малюсенькими сарайками. Вот такие вот у них накрыты, видите, брезентом. Это вот они сажают овощи какие-то, фрукты. Очень маленькие участки. Люди их берут. Вот что-то выращивают. Вот практически Россия вам, пожалуйста. Неожиданно. Я видела еще только одиннажды вот такие вот дачные участки. С малюсенькими какими-то деревянными сараюшками. Вот такие вот разделенные. Там я не знаю по сколько там даже суток. Не берусь сказать. Вот я была поражена. Это мы ехали на автобусе. Нельзя было остановиться, выйти посмотреть. Я впервые это увидела. Но даже, кстати, не запомнила, где это было. А вот сейчас, пожалуйста, вам нашла еще такой же участок. Сегодня у нас, друзья, опять дождь идет. Хорошо, что я зонтик прихватила. Потому что здесь, конечно, без зонтика ходить опасно. Если куда-то пошел, обязательно надо брать с собой калоши и зонтик. А иначе промокнешь весь. Ой, вот смотрите, что я нашла. Вот этот магазинчик-кооператив. Но он, конечно, бестолковый. Но единственное, что он недалеко от моего дома оказывается. Потому что я гуляю тут по территории. И я его никогда не видела. Самое интересное, что он вот с пост-офис. Видите же красненькая надпись пост-офис? Это значит, что там еще и почта есть. А это, в общем-то, супер. И вот я что хочу по этому поводу вам сказать, друзья. Что здесь почтовых отделений в Англии отдельно, строящихся, стоящих отдельными зданиями, вы никогда не встретите. В любом городе вот пост-офисы вот эти, так называемые, они всегда расположены вот на территории какого-то магазинчика. С маленького супермаркета или большого супермаркета. Вот у нас таких, по-моему, я знаю, три или четыре пост-офиса. И все они находятся вот на территории магазинов. Вот я зашла внутрь. Вот видите, вот такой вот этот небольшой магазинчик такой. Вы его проходите сквозь. Сейчас я попробую вам показать, найти. Это этот пост-офис. Почтовое отделение, как это выглядит. Никогда они не строят вот такие здания отдельно. Потому что это все затратно, денег стоит. А они все экономят. В этом плане они молодцы. Так, вот где у нас пост-офис? Нет, не тот угол. Сейчас пойдем дальше. Вот он, вот он, пост-офис. Я вышла из магазинчика, не стала вам даже показывать. Потому что, сами понимаете, не любят, заругают. Никогда нельзя камерой показывать прямо конкретно человека. А там девочка стоит. Ну, то есть они, видите, здесь даже поставили его на прилавок рядом с кассой. Даже не заморачивались, чтобы сделать какое-то отдельное окошко. Хотя, чаще всего, все-таки же, какие-то отдельные окошки в конце магазина, бывает, делают. Вот такие вот классные домики. Тоже показываю вам. Вот иногда, вы знаете, свернешь на какую-нибудь улицу. И она такая симпатичная. Все подряд можно показывать. А иногда вот свернешь, и вот она. Такая вся за заборами, нисколько не симпатичная. Вот, в частности, видите, здесь этот забор тянется какой-то сумасшедший. Вот, кстати, за этим забором, вот я нашла вход. Вот такой шикарный дом. Вы только посмотрите, какой он огромный. Опять, как правит территория, как вы понимаете. Вот там даже голубеет малюсенький бассейн. Сейчас попробую подойти. Я, конечно же, зашла, я, конечно же, постучалась. Но я спрятала камеру за спину, ребята. Я не стала вам показывать. Вот этот дом тоже я никогда не видела. Это, оказывается, дом, да, правит территория на двух хозяев. Вот такой старинный огромный дом. Ух, там огромные квартиры, конечно, друзья. И вот я прямо повернулась. И напротив этого дома, пожалуйста, вот такой модерновый домик. Трехэтажный, очень часто строится вот такой вот, именно вот с этой крышей непонятной. Крыша, которая используется как под квартиры. Я не знаю, финский стиль, что ли, или какой. Вот он недавно построен, неплохой. Я вот две минуты назад показывала вам пару. Я показывала вслед. Они шли и держались за руку. Хотела еще раз заострить ваше внимание вот именно на том, что англичане ходят парами всегда. И вот так держатся за руку. Знаете, вот как-то странно. Всегда, если пара, то они идут и держатся за руку. Вот у нас почему-то я такого не встречала в России. Ну и напоследок я вам, знаете, что отвечу на вопрос, который мне очень часто тоже задают. А расскажите вот про английских мужчин. Что они из себя представляют, английские мужчины. Ну и вот, друзья, понимаете, я могла бы, конечно, с умным видом вам долго рассказывать про английских мужчин. Вот такую вот какую-то книгу, знаете, прочитаешь. И вот там пишут прям конкретно. Французские мужчины вот такие, английские мужчины вот эдакие, американские такие, русские такие. Ну вот вы знаете, ну не могу я вот так сказать. Ну не правда это все. Ведь это же все люди. Как их можно куда-то вот под одну гременку запихнуть? Вот единственное, наверное, пожалуй, что я хочу сказать, могу сказать про английских мужчин. Во-первых, то, что они, конечно, в большинстве своем высокие. Ну вот опять, вы знаете, это вот было во времена вот все-таки каких-то, как сказать, прошлого века. Пятидесятых годов рождения. Может быть, и туда раньше еще. Вот они такие высокие, такие, знаете, поджарые. А вот сейчас молодежь, они уже всякие. Встречаются и низкие, и низкорослые, и маленькие, и толстые, и всякие разные. То есть опять вот даже здесь вот по внешности, уже вот так вот, как раньше, допустим, английского джентльмена, вот пожилого, его можно прямо узнать, вы знаете. А сейчас вот среди молодежи уже такого нет. И еще вот вы же понимаете, какая история. Если бы я жила в каком-то огромном городе, или, допустим, в Лондоне, в том же, да, ну я бы там видела постоянно массу людей в метро где-то там, по улицам. Я могла бы, может быть, даже вот так вот чисто визуально вам что-то рассказать по этому поводу. А так как я живу на очень специфической территории, как я вам уже говорила много раз, то здесь встречается очень мало людей мне. И что-то какое-то составит впечатление. Ну вот я могу единственное, говорю, еще раз сказать, что никогда особо не задумывалась я над этим. А вот как-то иду, это я по Теско, и вдруг я вижу такой симпатичный, такой колоритный. Прямо, ну такой мужчина, ой, как скажем там, брутальный. Вот прям мне бросился в глаза. И вы знаете, у меня сразу включился счетчик гейзера, затикал, потому что мне очень нравится, мужчины красивые. Но он даже не то, что красивый, вот он именно вот такой, понимаете, какой-то прям колоритный вот во всем. Ой, какая-то в нем изюминка такая. И я поймала себя на мысли, что я на него даже обернулась, и прям как-то даже, знаете, у меня как-то что-то такое кровь заиграло. Думаю, ой-ой-ой, вот бы такого мужчину бы как-то бы познакомиться, вот как-то что-то такое встретиться. Даже у меня что-то такое тут заиграло, вы знаете. И получается что? Получается то, что, значит, я до этого таких мужчин и не встречала, а в основном они все какие-то, знаете, потухшие сморчки. Какие-то вот серенькие такие. Абсолютно не симпатичные, абсолютно неинтересные. Мало когда хорошая фигура у мужчин здесь. Ой, вы знаете, вот как-то так вот. Ну, это чисто мое вот такое вот субъективное мнение, друзья, поэтому ничего по этому поводу я не могу больше сказать вам. Ну, а на этом наша сегодняшняя прогулка завершается, друзья. Я думаю, что вам понравилось то, что я вам показала. Немножко обзорчик такой. Всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока.